друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзора ссылочку на него и обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходить и подписываться ну что ж мои хорошие вчера мы с вами обсудили ситуацию с лёлькиным газовым котлом как говорится будь он не ладен даже целых два ролика я сняла по горячим следам на эту тему ну а сегодня как вам и обещала хочу приступить как раз таки к ее последнему стриму который я не успела посмотреть в связи с тем что меня несколько дней не было на ютубе ну такая небольшая предыстория для тех кто не в курсе лёлька решила поменять строку донатов да то есть до этого она собирала на помощницу по 30 тысяч рублей а сейчас вдруг ни с того ни с сего марина взбрыкнула и в общем то запросила у лёльки не 30 тысяч рублей а целых 35 тысяч рублей но и лёлька пытается объяснить эту ситуацию говорит нет нет марина согласна еще работать марина уходить от меня не хочет но говорит ей нужна обязательно прибавка к зарплате ребят вы знаете вот даже вот этот казалось бы такой простой момент нет в то что человек хочет прибавки к зарплате в это я поверить могу там нам всем всегда хочется больше лучше и так далее это абсолютно нормальные человеческие амбиции но вы знаете вот я вспоминаю тот самый момент когда у нее другие работники другие помощники просили и так скажем ну или намекали да на то что вот ну если лёлька им не прибавит денег не прибавит им зарплаты то они будут вынуждены поменять место своей работы вот вспомните да и ситуацию с сергеем петровичем лёлька говорила но я не могу ему платить больше да но не могу и все такое впечатление словно она знаете вот эти деньги вытаскивала из своего кармана вспомните ситуацию с назимой и с ее мужем борисом да которые потом от лёльки уехали лёлька тоже объясняла что вот им там пообещали больше зарплату она говорит ну не могу я прыгнуть выше своей головы то есть тогда она находила аргументы для того чтобы нет нет сказать свое веское слово нет хватит вот вам достаточно этих денег которые я вам плачу да а вот здесь с мариной друзья мои лёлька даже не стала возмущаться не стала возмущаться и тут же сказала да конечно да естественно но это даже не обсуждается ведь маринина работа стоит дорого хотя с другой стороны друзья мои да а чего бы собственно не быть щедрый за чужой счет мы с вами прекрасно понимаем откуда денежки берутся откуда денежки выплачиваются из чего кармана на зарплату помощников вы знаете я вот сейчас только подумала вот такая меня мысль посетила 30 35 тысяч разница по большому счету невелика да но всего-навсего в 5 тысяч я к тому что 30 тысяч допустим вот для чего было устраивать всю вот эту неразбериху можно было даже этот момент не озвучивать своим зрителям по-прежнему собирать 30 тысяч рублей да со зрителей и уж 5 тысяч ну уж лёлька бы я думаю не обеднела друзья мои 5 тысяч отдала бы со своего кармана уж что-то да она конечно же зарабатывает и на ютубе хорошо зарабатывает и на хозяйстве на своем хорошую денежку имеет 5 тысяч могла бы лёлька вот так расщедрится и выложить со своего кармана но друзья мои даже на это лёлька по-человечески не способна она решила и вот эти 5 тысяч урвать на самом деле да и так скажем у своих зрителей хотя вы знаете кто его знает может быть марина ничего вообще не просила и вот кстати об этом подумала может быть марина ничего и не требовала возможно лёлька сама решила сделать такой ход конем ссылаясь на марину а эти 5 тысяч она потом куда-нибудь благополучно пристроит короче найдет так скажем применение чужим деньгам это лёлька умеет очень хорошо затем друзья мои лёлька опять начала возмущаться что в россии работу блогеров абсолютно никто не ценит знаете я бы вот так не сказала да и по большому счету я прекрасно понимаю что сколько людей столько и мнений моё мнение что работа которая тебе помогает каким-то образом или работа которая тебя содержит это уже хорошая работа это раз ну а во вторых какая тебе разница кто и как относится до к твоей деятельности если бы ты все делала по справедливости по совести да если бы ты действительно работала и просто снимала свои ролики да пусть бы даже у тебя была бы выставлена была бы выставлена карта реквизита твоей карты одной другой третий но ты бы людей ни к чему не призывала на своих стримах да ну или там ладно уж раз пятилетку попросила на что-то срочно спасите помогите вот такая какая-то вот ужасная ситуация да вот срочно нужна ваша помощь а когда ты сидишь каждый божий день на стриме и просишь клянчишь у людей деньги разводишь их на эти же деньги то конечно же твою работу вот конкретно как за работу блогера никто абсолютно не воспринимает по этой причине конечно для многих людей это действительно не работа да а другое дело когда ты выходишь и каждый день снимаешь там один ролик два ролика три ролика пять роликов тогда да тогда это работа если ты тем более не просишь а сидишь как говорится получаешь свою зарплату и живешь на свои в общем лёлька сидит и говорит она грит вы знаете между прочим перед вами сидит тут старается многодетная мать и говорит приходит какая-нибудь чмошница да она так и сказала и обсирает эту самую прекрасную многодетную мать ребят я просто в шоке на эти гей тут же хомяки некоторые видимо те самые хомяки которые знают ее всего-навсего первую неделю но некоторые хомяки в комментариях удивились и написали ой оля надо же а вы такие слова знаете как чмошница на что лёлька тут же расхорохорилась и говорит а как же за мной мол не заржевеет я мол так страшно в гневе в случае чего советую со мной не связываться ага лёлька знаем знаем как говорится плавали да страшно ты прям трындец капец какой-то особенно друзья мои лёлька знаете у нас смелая сидя на стуле на стриме вот там где до неё никто добраться не может там она всегда такая смелая прям смелая умелая вообще всякое разное а вы знаете как касается ситуации заступиться за своих детей перед своими живут этими мужиками не ребят ее нет а как выяснить ситуацию в школе помните она не раз жаловалась да то она тут же рот на замок я ничего не сказала моих детей там травмировали им психику а ты что-то сказала нет как лёлька говорит на стримах я ничего конечно не высказала в общем да друзья мои лёлька крутая до безобразия там где не надо вот на стриме она действительно просто как крутые яйца а в реальной жизни ее не видно ее не слышно и вот как-то она знаете старается себя не высовывать и не показывать а вы знаете вообще ребят когда она сказала про то что вот говорит сидит перед вами многодетная мать типа мы все ей должны за ее многодетность бить поклоны мне интересно с какого нахер перепуга вот допустим лично я или мои зрители мы должны ей бить поклоны за ее многодетность мы ее просили рожать нет мы что-то от нее будем получать нет я вообще перспективы у таких многодетных вообще абсолютно не вижу вот не вижу никакой допустим да перспективы у них самих во первых в жизни потому что все ее дети пойдут сто процентов по ее стопам плюс никакого вообще никакой помощи от них никакой как говорится пользы от них для государства нет ни было и не будет они только будут брать все льготы все вот эти плюшки да всевозможные пособия ничего абсолютно не давая взамен мне просто интересно с какой стати люди люди которые платят налоги да живут как говорится должны вот так вот поклоны бить перед вот этими многодетными которые даже нигде работать толком не хотят вообще ничего не хотят только требует у государства опять же на минуточку я когда говорю про таких многодетных я говорю про таких многодетных на которых я делаю обзоры про таких как поберуха про таких как колеса да ну и некоторые другие которые точно также привыкли жить и привыкли считать, что все, если они рожали, значит, им все должны, нет, вы рожали для себя, и вы знаете, вот, когда я вспомнила вот это, как она сказала, что вот, сидит перед вами многодетная мать, я сразу почему-то вспомнила, помните, тот самый момент, когда Лёлька сидела, изображалась с детьми дома, помните, они снимали квартиру, и они, значит, приехали в Туровку, да, типа, у них, значит, не было этого, господи, бог, ребят, вылетело слово из головы, договорилась до такой степени, короче, отопления у них не было, и они сидели там на стриме, она, значит, дочка Саши, еще там какие-то мелкие с ней были, самый прикол, когда Саша начала, да, мама тут сидит, типа, перед вами распыляется, да, значит, мама тут работает, Саша, дочка Саша, которая, это было год назад, да, она сидела и учила зрителей, взрослых, и говорила, да, конечно, вы тут маме обязаны, должны донатить, ребят, вот у них такая политика партии, так она и детей своих учит, ну, короче, ей, знаете, правильно написали, что какой смысл вообще вот этого движения по кругу, сначала просить у людей на корма, дайте на корма, корма срочно нужна животным, потом просить для животных, потом продавать этих животных, ну, и Лёльке, конечно же, это не понравилось, и она начала объяснять, она занервничала, она говорит, вот, лошадь нам сейчас не нужна, это, типа, это вот просто, говорит, толку от нее никакого, баранов, говорит, хотел только Саша. Ну, да, я помню тот самый момент, когда она озвучивала, что Саша всегда хотел баранов, у него там тоже кто-то баранов держал, и вот он тоже мечтал о баранах. Она говорит, а я в хозяйство, между прочим, в Сашина не лезла, когда Саша работал на управе. Ребят, я в таком шоке, вы знаете, отдать первому встречному, поперечному, который толком не имел никакого отношения к хозяйству, да, отдать ему бразды правления на своей ферме, это, конечно, сильно. Это, знаете, для меня все равно, что человек, у которого есть собственный бизнес, знакомится с кем-то, да, неважно, там, мужчина знакомится с женщиной или женщина с мужчиной, и, значит, тут же говорит, а вот давай я тебе вот магазин, на, управляй, будешь управлять магазином или какой-то фирмой. Ну, чего, скажет кто-то, да, как это можно вот так вот взять и отдать тому, кто вообще в этом ни черта не петрит, а тем более он ей был никто. И тут, видите, оказывается, друзья мои, то она такая крутая, то она Сергея Петровича ходила, строила, куда надо кучи навоза складывать, а здесь Шурик у нее приходил на 40 минут на управу с утра и 40 минут вечера, по ее же словам, да, в чем я вообще сомневаюсь абсолютно, и, оказывается, он там всем управлял, да, представляете, что, значит, надо брать, каких надо животных заказывать, какие карма заказывать, что ты мелешь, что ты нам корчишь из нас каких-то, да, делаешь из нас каких-то дураков. Причем тут твой Шурик, когда ты сидела и на все на это побиралась, на все свое хозяйство, на всех своих помощников, на все карма, чем он там мог у тебя управлять и заправлять, когда ты, по твоим же словам, лежала, у тебя была гематома, вот совсем недавно, да, значит, как раз-таки, и ты говорила о том, что он тебе там среди ночи звонил и рассказывал о том, что Оля, Оля, срочно, срочно звони во все инстанции, и у нас тут проблемы со светом, с теплом, с газом, со всем на свете. О чем она говорит? Какие бразды правления можно отдать этому человеку, который не в состоянии даже самостоятельно взять и позвонить в необходимые инстанции? Ну, не знаешь, куда звонить, ё-моё, 21 век на дворе, интернет все есть, да, возьми, загугли, да, посмотри, да, набери, да, позвони. Какие проблемы? Тут она рассказывает, что Шурик принимал решение, что брать. Слушайте, нет, я понимаю, принимала решение мужчина или женщина, когда у тебя есть деньги, на свои, да, так, у меня появились деньги, у меня есть хозяйство, я захотела себе просто вот так, моя прихоть, приобрести какую-нибудь красивую лошадь, да, или приобрести себе там пять каких-нибудь крутых коров, замечательных, дорогих, на свои, на свои, да. А другое дело, когда они там мечтали на чужие. Вообще круто, ребят, первый раз такую наглость слышу. Ну, а далее, знаете, мне так понравилось, когда Лёлька хорошо подвела к тому, что ей зрители должны на помощницу. Она говорит, ну да, вы же понимаете, что вот зрители вот эти вот мне проекты оплачивают, да, проект там хозяйства, проект, да. Лёлька, не слишком ли у тебя проектов? Мне тогда интересно, если тебя оплачивали машину, если тебя оплачивают вот эту вот твою фермерскую затею, да, все твои хотелки и прихоти, то в таком случае у меня вопрос, а что тогда оплачиваешь ты сама? И чего тогда ты сама стоишь, если ты ни на что не способна? Если ты из этого всего, что у тебя имеется, ничего никогда не оплачивала? Значит, ты полный ноль. Ну, опять же, это моё мнение, правильно? Далее. Далее она говорит, а иначе, если мне, типа, Марину не оплатят, мне, значит, никак. Ребят, а я, знаете, что думаю, а почему ей никак? У неё что, у самой руки отсохли? Нет. Что с ней случилось? У неё там какая, 16-17 неделя беременности? Лёлька, что случилось? Что случилось? Ты же нам рассказывала о том, как ты до этого рожала и прямо рожала, да, тут же, значит, коров доила, тут же рожала, потом опять шла коров доить спустя 2 часа после родов. Плюс у тебя там постоянно торчат Федя, кормящая медалистка, Лёшка-картошка приезжает. Какие проблемы? Пусть мамки помогают. Мы же все прекрасно понимаем, что ты им тоже деньги какие-никакие даёшь, да, они там у тебя торчат, почему бы и нет. Тем более, есть у вас, конечно же, большой выхлоп с вашего хозяйства. Вот и, пожалуйста, и оплачиваем какие-то их, вот так скажем, функции, почему бы и нет. Вы знаете, но, ребят, это ещё ладно, это, как говорится, цветочки. Мне понравилось, когда она сказала, что Марина достойна большей зарплаты. Поберуха, так и плати ей со своего, из своего собственного кармана. Ну, правда, смешная. Ну, а далее, ребят, я просто обалдела, когда Лёлька стала перечислять обязанности Марины. Вы знаете, я обалдела просто от поберухиных амбиций вот этой вот барыни-боярани. Я обалдела от её прихоти и от её хотелок. Нет, это нормально, когда у человека есть какая-то возможность, да, но когда человек сам всё это дело оплачивает. И она начала перечислять её обязанности. И говорит, Марина, вот Марина, такая молодец, так много всего делает. Она, значит, бельё достает из сушилки, всё это по полочкам раскладывает. Раскладывает, постели, говорит, перестилает нам каждую неделю. Ребят, ребят, скажите мне, пожалуйста, да, у кого есть такая возможность, кто нанимает человека на то, чтобы тебе перестилали раз в неделю постели, да, в твоём доме, и чтобы тебе доставали бельё либо из стиральной машинки, да, либо из сушилки, а потом всё это по полочкам раскладывали. Скажите, пожалуйста, у вас есть такая возможность нанимать себе такую помощницу? Нет, я верю, что у кого-то она есть, да, и такая необходимость есть, когда человек сам работает, зарабатывает и зарабатывает достаточно много. Мы про это, об этом не говорим, да, мы говорим о том, когда у тебя нет на это денег, а получается у вас столько рук в доме, и вы, блин, не в состоянии себе перестелить постели сами, да, заправить эти постели, вы не в состоянии вытащить бельё из сушилки и разложить его по стопочкам и убрать его куда-нибудь в шкафчик, ребят, у шкафчики, помните? У Алины красные. Я в шоке. Вот просто только вдумайтесь в это, да. Во-первых, мне просто интересно. Лёлька когда-то кричала о том, что она делегирует свои обязанности, и помощник у неё будет только на подхвате. Теперь мы видим, что помощник занимается абсолютно всем в доме, абсолютно всем, да. А мне просто опять же интересно, ребят, а что делают такие хорошие лёлькины дети, которые ну так убиваются тоже и на хозяйстве, и по дому, ну так ей помогают, но такие замечательные. Слушайте, я верю в то, что когда-то первая тройка игроков там действительно что-то делала, да. Когда они жили с Женей Бея, когда ещё у них не было Ютуба, когда ещё с Ютуба они нихрена не зарабатывали. Но не стоит забывать, что там помимо первой тройки игроков, там была ещё Ульяна и Артём, которые 100% там носились и на хозяйстве, и с маленькими детьми, и со всеми на свете. Но лёлька об этом теперь постоянно забывает, да. Надо же, надо же нахваливать своих детей, согласитесь, кто такие ей Артём с Ульяной. Ей никто, ну для другого нормального человека были бы кто, живя с детьми 5 лет бок о бок, а для неё никто, потому что сердца и чувств у неё никаких никому нет. Но ещё такой момент, вы меня извините, конечно, находится там кормящая медалистка, находится там постоянно Федя, да. Лёшка-картошка приезжает на выходные, Саша уже здоровая деваха, мы в её время, нас никто не нахваливал, да. Мы особо считали, что мы вообще ничего не делали, ну там какой-то мусор вынести, да, что-то там, я не знаю, элементарно, там может быть картошку какую-то почистить, я не знаю, постели заправить, это было святое дело, да, или даже постельное поменять, почему бы и нет, понятное дело, пододеяльники было сложно менять самому, да, кто-то мог помочь всегда там, или мама могла помочь это сделать, но это, конечно, нечто. Но не вытащить бельё, ребят, такое количество народу живёт в доме, и она говорит о том, что мне Марина нужна для того, чтобы бельё раскладывать по полочкам, для того, чтобы, значит, вот как раз-таки постельное бельё тоже менять. Слушайте, ну начнём с того, что Марина, опять же, да, и с Вероникой гуляет на улице, и готовит, и стирает, и убирает, поберуха не делает абсолютно ничего, конечно, ей нужна помощница. А вообще, по большому счёту, учитывая тот самый момент, что они все живут за счёт вот этого всего, да, достаточно у них там и рук, и ног, достаточно того, чтобы самим справляться, справляться, у каждого своя зона ответственности, и ничего в этом страшного, такого нет. Потому что я смотрю и сейчас прекрасно понимаю, что, скорее всего, там и дети поберухиные, ничего толком не делают, да, побросали всё после себя. Не удивлюсь, если Марина ходит, как Светочка им постели заправляет. Ребят, ну это ж ненормальная ситуация. Это ведут себя, как какие-то борчуки, хотя на самом деле у них на это даже денег элементарно нет. И на это, на всё, на вот эту вот жизнь такую безоблачную, безбедную донатят абсолютно посторонние люди. Представляете, да? То есть, как они там сидят, в этой деревне пальцы гнут, а в случае чего, коснись чего, коснись, вот не будет этой денег, этой помощи от зрителей, да? Как же они тогда запоют, как же они тогда взводят? Вот это будет действительно интересный момент. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok